Первое, что я вспоминаю, думая о Иерусалиме, это солдат-парашютист, плачущий у стены плача. Герой, победитель, но плачущий. С высоты своего положения победителя он плакал о товарищах, погибших в боях за освобождение. О том, что через две тысячи лет он снова стоит на том месте, по которому мы все-таки тосковали. Папа с мамой брали нас с собой на прогулки. Для меня это было как побывать в Иерусалиме тысячелетней давности. Там все такое древнее. Гулять по Иерусалиму было очень волнительно. Иерусалим всегда имел особый смысл. Он был чем-то очень фундаментальным для нашего народа. Что-то очень-очень глубокое было в нем. Вместе с тем, в этом городе всегда присутствовало ощущение раскола, ощущение войны, ощущение борьбы. Чем больше я вглядывался, тем яснее видел, там что-то меняется. Город наш, он снова принадлежит народу Израиля, но на самом деле мы ничего там не изменили. Мы не смогли по-настоящему объединить этот город, создать ощущение, что он принадлежит нам всем. В нем снова появилась стена. На этот раз между Восточным и Западным Иерусалимом. Там нет того ощущения святости, которое хотелось бы испытать в Иерусалиме. Нет того чувства, к которому мы стремились две тысячи лет. Вернулись мы к твоим колодцам, на площади базар. Шафар звучит на хромовой горе и в старом городе. Объединенный Иерусалим – это Иерусалим любви. Когда можно жить вместе, можно уважать, ценить, признавать различия, и несмотря на эти различия относиться друг к другу с любовью. Из этой любви возникает единство Иерусалима. Иерусалим мой золотой, из меди, камня и лучей. Я буду арфой всех напевов красы твоей.